Результаты обучения И обеспечиваемым педагогам Значительно расширились и усложнились Помимо формирования конкретных знаний Необходимо развивать и усиливать способности И компетентности Притом в качестве результата рассматривается Не столько формальное овладение ученика знанием Или компетентностью Сколько способность реализовать их на практике И как достигать подобных результатов на практике Большой вопрос для многих учителей Руководство школы требует результатов О которых вы не понимаете Как их добиться Вы понимаете Что не дотягиваете в этом компоненте До современных требований Вы не знаете что с этим делать Специалисты ИПК Давно и успешно работают В этом направлении И обеспечивают своим слушателям Стабильно высокие результаты обучения Они помогают педагогам Овладеть новыми компетенциями И новыми практиками Наши слушатели начинают по новому Видеть своих учеников Задачи их развития Способы и модели отношений с ними Начинают учить в режиме игры Создавать детские исследовательские группы Проводить мини-тренинги и так далее Ученики начинают эффективнее осваивать материалы У них появляется дополнительная мотивация К образованию Троечники становятся ударниками А ударники становятся отличниками В ИПК работают профессионалы с большой буквы И они обеспечивают для своих слушателей Отличный результат обучения Познакомилась с тремя экспертами Имеющими одни из самых высоких результатов обучения Ольга Викторовна Шмидт Заядущая Центром Иноязычного образования ИПК Центр Иноязычного образования Как многие структурные подразделения Нашего института Реализует одну очень важную миссию А именно это создание условий Обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие педагога И вот в Центре есть свой проект Который направлен на то, чтобы была разработана Модель системы поддержки профразвития учителей иностранного языка Которая бы способствовала повышению качества обучения Понятно, что проект носит комплексный характер И поэтому здесь не только программа повышения квалификации Это создание сетевого методического объединения четыре края И формирование когорты и лидеров профессионального сообщества Возвращаясь все-таки к программам повышения квалификации Мы хотим отметить, что они у нас все практикоориентированы Потому что мы считаем, что учителя Должны не просто обсуждать какие-то вопросы теории А уметь внести в класс то, что пригодится им для практики Поэтому важными на сегодняшний день мы считаем компетенциями учителя Является правовая компетенция, когда он не только знает, но и понимает Те основные нормативно-правовые документы, которые регламентируют его деятельность Методическая компетентность, потому что педагог должен уметь учить учащихся А для учителя иностранного языка очень важным моментом является Формирование коммуникативной компетенции Кроме этого, в современных условиях для расширения границ класса Использование ИКТ является компетенцией номер один Учителя иностранного языка Как результат мы можем отметить неплохую динамику в результатах итоговой тестации Ну, в частности, снизилось значительное количество учащихся Неуспешно сдавших экзамены в девятом классе Если в прошлом году их было 11%, то в этом году их только всего 2% Ольга Григорьевна Зилова Старший преподаватель кафедры дисциплин общественного научного цикла и методики их преподавания Мы выходим на учителей практиков, новаторов, работающих в школах На наших базовых площадках Мы сотрудничаем с музейными центрами Проводим экскурсии, осваивая различные формы внеурочной деятельности Очень интересный опыт сотрудничества произошел, когда мы вышли в архив В Краевой Красноярский архив Это был очень интересный, увлекательный опыт для преподавателей Они обратили внимание не только на тот ресурс, который имеется в крае Но и на те архивные ресурсы, которые может предложить в том числе интернет Надо сказать, что результаты повышения квалификации косвенно сказываются и на итоговой аттестации учеников На протяжении трех последних лет учащиеся по предмету истории По результатам ЕГЭ показывают постоянный рост среднего балла Постоянный рост количества учащихся, получивших выше 80 баллов Уменьшение процента ребят, которые не перешагнули минимальное количество баллов Работа у историков очень интересная Информационные технологии развиваются Постоянно принимаются нормативные, концептуальные документы На подходе в сентябре должна появиться концепция по всеобщей истории Очень гибким должна быть система обучения Мне кажется, более частыми должны быть контакты Наталья Леонидовна Солянкина Доцент кафедры дисциплины естественного научного цикла и методик их преподавания Я считаю, что под образовательным результатом является освоение педагогам способа деятельности А раз это способ деятельности, он является универсальным И в этом смысле, если педагоги осваивают, например, умение составления На примере, например, рабочей программы по биологии То в данном случае они могут в дальнейшем потом перенести этот способ деятельности На любую другую рабочую программу Для меня важным является как образовательный результат Способ операционализации образовательных результатов То осваивая этот способ на примере операционализации Умение, например, моделировать То они в дальнейшем, освоив этот способ Могут суметь операционализировать любой другой метод предметный результат Одним из приемов или, можно сказать, средствами Является включение формирующего оценивания непосредственно в процесс обучения педагогов Он постепенно через освоение микроумений Непосредственно на курсах повышения квалификации Трансформируется или формируется в сам способ Для вас заинтересовал данный вопрос? Обращайтесь в Институт повышения квалификации Звоните по телефону 236-00-07 или 206-99-19 добавочный 160 Красноярский Краевой Институт повышения квалификации Лучшие образовательные продукты Редактор субтитров А.Семкин